Итак, ребят, теперь мы перейдем к вещам, которые считаются сложными, либо очень сложными. Но, что это за вещи? Но, я вам скажу честно, что расскажу так, что сложного здесь на самом деле ничего нет. Надо всего лишь один раз разобраться. Я зарегистрировал User2. Открываю профиль. Я подписался, слежу за двумя профилями, Агат и User1. Зачем я это показываю? У нас есть модель поста. На месте модели блога или поста, да, может быть, там, как я говорил, видеоконтент, аудиоконтент, все что угодно. Для нас важно сейчас разобраться в чем, а как же связать пользователей и контент. Для того, чтобы связать пользователей и контент, это видео не урок. Это я разъясняю, в чем мы разбираться будем, какой вопрос. А дальше будем разбираться в коде. Но надо понимать хотя бы, в чем разбираться. Итак, у нас есть модель в блоге, модель поста. И мы начали писать модель профиля, расширять. И создали тоже модель профиля. Теперь, по сути дела, нам надо связать при помощи кода модель профиля и модель поста. Или абсолютно любые модели. По этому принципу будет связываться все. Понимая этот принцип, это на процентов 99, если в нем хорошо разобраться, вы сможете связывать между собой и показывать абсолютно любые приложения. В данном случае, что мы бы хотели связать? Вот смотрите, я нажимаю профиль и, как я говорил, вижу профиль юзер, юзер 2, но я его создал. Далее, я как юзер 2 создал пост. То есть, пост связан, модель юзер, с постом, что юзер 2, я юзер 2 создал пост. Шесть мифов там о динозаврах. У меня ноль друзей. За это время я, что сделал, подписался за 2 еще юзеров. У меня их всего тут 3. Агат и юзер 1. Я открываю юзер 1. И у меня открывается профиль. И тут я вижу, что у юзера 1 2 поста. То есть, опять идет связь, по сути дела, поста и профиля. Поста и профиля. Только я его могу просматривать. И я вижу, агат, 1 пост, там 2 пост. Сразу могу, допустим, перестать следить. Далее. Вот, пользователи. То есть, соображаете. У нас стоит такой вопрос. Нет, я неправильно сказал. Итак, сначала проговариваем то, что мы имеем. Еще раз. Мы имеем модель. У нас есть приложение блок, в котором есть модель пост. И мы написали приложение юзерс. И там есть модель профиля. Зачем мы ее написали? Из ранних уроков, ранее, когда вы проходили. Да, ребят? Это я, в принципе, я... Но новички только смотрят. Для них это вообще будет высший пилотаж. Поэтому все сначала надо проходить. Помните, я в уроках недавно... Мы что проходили? Обратите внимание. Сейчас я кое-что покажу. В самой модели пост у нас есть поле автор. Которое ссылается, как связь, многие к одному, или один ко многим, как хотите называйте, на стандартную модель джанго. Которая есть уже в джанго внутри. Называется юзер. Ну, а там нету ни друзей, ни фолловинга. Там есть, по сути дела, логин, пароль, имя, фамилия. Да, там все. Там дата. Остальное все надо прописывать. Поэтому мы решили сделать модель юзер. И расширить ее. То есть, чтобы показать, допустим, что... Вот, допустим... Сейчас я профиль, да? Что я онлайн. Прописать фолловеров, друзей. То есть, для этого нам понадобились наши поля, которые мы там придумали. Мы, по сути дела, тупо расширили модель пользователя, которая есть в джанго. Это мы уже сделали. Получается, главный вопрос, в чем теперь надо разобраться? Как связать вот эту модель профиль с... В данном случае с моделью приложения блок и моделью пост. Да? По этому принципу будут связываться все любые модели. Но, по сути дела, нас интересует юзер. Почему? Потому что это логично. Ведь мы опираемся, а какой же пользователь написал пост и что это за пост. Потому что, когда, допустим, я перехожу в... Публичный профиль и... А, в своем профиле закрытом. И смотрю, за... За кем я слежу. Ну, например, как говорю, Агат. То я вижу пост именно пользователя Агат, который уже другой. Да? Там был про динозавров, это мой. А этот уже белый аис называется. То есть, юзер написал. Все правильно. Кто следит за этим пользователем? Я смотрю, что у него... Его читают Агат и юзер 2. То есть, я. Так вот. Даже вот объяснение, согласитесь, можно... Можно практически... Объяснение можно практически... Запутаться. А когда мы будем иметь дело с кодом, То, по сути дела, путаться тут не в чем. Поэтому нам надо сейчас хорошо поработать в командной строке. И понять две вещи. Связи можно делать через сет, Либо через... Релатед нейм. И принцип здесь очень простой. По сути дела, разобраться и немножко тренировки. И будете вы связывать и делать социальные какие-то вещи, Чтобы ваши сайты были как хотите, Потом крутите. Вам будет все доступно. Ключ к этому лежит в двух пониманиях. Вот этим мы сейчас займемся с кодом. То есть, уловили суть. Все, погнали. Кто с этого урока начал, Ребята, Курс на портале spb-tut.ru Нажимаете Куржанга, Смотрите, получаете доступ И вперед заниматься. Уроков много. Писать будете. Все.